Всем привет! У нас сегодня не совсем классический эфир. Мы будем разговаривать не о красках, не о брендах, не об акварели, а о кистях. Причем о кистях не классических, а о восточных кистях, которые используются в традиционной китайской живописи, в каллиграфии. Сегодня мы поговорим как раз с точки зрения акварелистов, какую пользу они могут приносить нам, как мы можем их использовать, нужно ли это и в чем, собственно, отличие именно от европейских кистей, почему неплохо иметь в своем арсенале хотя бы парочку кистей восточных. Там был уже сразу вопрос, сходу, как выбрать кисть, особенно по картинке на сайте. Но давайте я по ходу дела буду рассказывать вообще, что определяет китайскую кисть, и частично по ходу своего рассказа я отвечу на этот вопрос, и если будет нужно, мы вернемся к нему позже. Ну то есть пока я вообще не рассказала про эти кисти, сходу отвечать будет немножко странно. Я начну, постепенно к нам будет присоединяться, вот, если кто пропустит начало, можно будет пересмотреть в записи, я надеюсь, что проблем не будет, и мы сохраним этот эфир, как обычно, он будет доступен. В общем, еще раз, сегодня мы говорим с вами о восточных кистях. Для простоты я называю их каллиграфическими, хотя чуть позже вы поймете, почему это не совсем верно. Как я уже сказала, эти кисти в первую очередь предназначаются для живописи восточной, то есть либо это китайская традиционная живопись, либо это каллиграфия, и фактически мы, как акварелисты, не являемся специалистами в этой области. Поэтому сегодня я буду рассказывать не как специалист по китайской живописи, потому что я им не являюсь, а как акварелист и эксперт лаборатории с неким опытом в этой области. Поэтому если среди смотрящих в наш эфир есть те, кто увлекается китайской живописью, можете добавлять что-то в комментариях по ходу дела. Вообще, если вы внимательно читали наши статьи, то помните, что в целом изобретение кистей приписывают именно Китаю, и считается, что кисти появились даже раньше, чем бумага. Мы об этом рассказывали в истории про кисти. В Древнем Китае, насколько мне удалось найти, ну и насколько я вообще знаю эту тему, изготовление кистей было очень кропотливым, сложным занятием, и, в принципе, кисть для каллиграфа — это одна из самых больших ценностей в жизни наряду с тушью, тушечницей. То есть это его инструмент. Как вы, наверное, знаете, на Востоке очень большое внимание люди уделяют каким-то ритуалам, традициям, особенно раньше это было так, и вот очень много разных таких ритуальных моментов было связано и с кистями в каллиграфии. И в целом каллиграфия, то есть это как бы система написания иероглифов разными вот шрифтами, особым способом. Каллиграфия — это тоже искусство в Китае очень сложное, которому, ну не только в Китае, еще в Японии, которому обучаются. То есть это не просто какое-то занятие, и, соответственно, изначально это не просто кисти. То есть в целом, вот как я уже сказала, в Древнем Китае это кисти, они изготавливались мастерами. Это было очень кропотливое, сложное занятие с большим количеством этапов, и поэтому кисти изначально стоили очень дорого. Их мог позволить себе далеко не каждый человек. А также какие-то мастера всегда старались выделиться в изготовлении кистей и использовали различные украшения, различные материалы для ручек, и что могло дополнительно увеличивать стоимость кисти. Что интересно, каллиграфические кисти до сих пор собираются вручную. То есть это такой процесс, который невозможно полностью автоматизировать. Но, как вы знаете, что, в принципе, и хорошие европейские кисти тоже частично собираются вручную. То есть вот именно набив капучка, происходит вот эта формовка тоже вручную у хороших, у дорогих кистей. И китайские кисти не исключение. И, как я уже сказала, вот именно потому, что процесс был таким сложным, потому что могли использоваться различные дорогие материалы, вручки, какая-то инкрустрация, кисти, они всегда были драгоценностью. Сам процесс изготовления восточных кистей немного отличается от изготовления европейских кистей. Мы об этом тоже писали в статьях. То есть, в принципе, собирались пучки, они обвязывались нитью. Они сейчас в большинстве своем изготовлены похожим способом и визуально, и даже визуально отличаются от европейских. То есть, например, у многих восточных кистей, в принципе, нет обоймы. Ну и в любом случае вы не найдете у них обойму такую, какой мы привыкли у кистей европейских. Сейчас я достану парочку. Ну вот, видно разницу, конечно же. И если мы берем китайскую кисть с каким-то подобием обоймы, это все равно не то же самое. То есть, во-первых, не используется металл, либо вообще сама по себе конструкция ручки представляет собой такую палочку, которая внутри полая. И, соответственно, пучок с ворсом, он вставляется внутрь этой палочки и закрепляется. Так, я оставлю здесь парочку для сравнения. Это один из моментов, по которым восточные кисти отличаются от европейских. Другой момент — это, в принципе, формовка пучка. Перед вами все кисти ваши, и вы ими пользуетесь. Да, это все мои кисти, и я пользуюсь практически всеми из них. Меня очень вдохновляет восточная живопись, и мне очень нравятся эффекты, которые создают каллиграфические кисти. Я об этом расскажу попозже в практической части этого эфира. Но каллиграфические кисти, они очень разные. Я бы даже сказала, что, возможно, в них разнообразие даже больше, чем в тех, к которым мы привыкли, в наших классических кистях. Поэтому я пробовала очень много разных вариантов, пока искала для себя любимые кисти. Я остановилась на процессе изготовления пучка, формовки ворса. Дело в том, что правильные китайские кисти, неправильные, хорошие, в принципе, они выполнены только из натурального ворса. Это традиция. Поэтому, если вы не используете натуральный ворс, то, к сожалению, восточные кисти вам не подойдут. Я еще позже расскажу. Вот для тех, кто не пользуется натуральным ворсом, у меня есть еще один, ну, не знаю, сюрприз, факт. Это будет попозже. Так вот, только из натурального ворса. И вот китайцы особенно, они просто мастера использовать разный ворс и его сочетать разными способами. Раньше кисти делались там из шерсти зайца, колонка, из козы. И, в принципе, этих традиций придерживаются и сейчас. Традиционная китайская кисть, она должна быть упругой, с аккуратным острым кончиком. Этот кончик не видно, пока кисть в таком сухом состоянии, но стоит мне только обмакнуть ее в воду, если я ее намочу. Так, давайте я подвину. Вот здесь в углу происходит. В принципе, я ничего особенного с кистью не делаю. Вы видели, какая она была растрепанная. Но вот сейчас я ее намочила, то есть я никак не воздействовала механически на ворс, и он сам собирается. Отличие от европейской кисти состоит в том, что в восточных кистях все волоски располагаются параллельно, и они, как правило, одной длины. То есть, если я сплющиваю кисть, я вижу вот эти самые параллельные волоски одной длины. В европейских кистях сборка происходит по-другому. Вы и сами это знаете, но я все-таки сейчас покажу. Вот я беру тоже, она такая потрепанная уже кисточка. Тоже собирается в кончик, но если я ее расплющиваю... Так, это плохой пример, потому что это кисть с посеченным волоском. Это старая кисточка, и она уже похожа на китайскую. Но в целом у европейской кисти ворс разной длины в итоге в кисточке. Давайте посмотрим на имитацию белки. Здесь это хорошо видно. То есть, по краям ворсинки более короткие, к кончику ворсинки более длинные. И за счет этого дополнительно достигается острота кончика. То есть, видите, вот здесь какие короткие есть. Я не знаю, есть ли в восточных кистях аналоги с разной длиной ворса. Но вот то, что я показываю сейчас, это основа, это то, что характерно для большинства кистей. Во всяком случае, за большинство я точно могу отвечать. Такой принцип у них сборки. Почему из натурального ворса? Потому что именно натуральный ворс хорошо удерживает тушь. Изначально это была тушь. И, в принципе, впитывает жидкость. То есть, вот здесь всегда в брюшке у кисти очень много туши собирается, если мы говорим про традиционную живопись или каллиграфию. В нашем случае акварели. И у нее есть большой запас. С этим связана еще одна особенность. Каллиграфические кисти довольно сложно промывать. То есть, если кисть используется для туши, то она, в принципе, зачастую вот здесь до конца не промывается и немножко дубеет. Но это нормально считается. В акварели я стараюсь промывать хорошо все кисти, но они требуют очень тщательной промывки. И наши европейские кисти промываются легче. В этом плане. Потому что здесь очень плотно набит пучок. То есть, очень много в нем ворса. И воздушное пространство между волосками очень маленькое. И вот в связи со всем этим, по поводу ворса еще хочу сказать, что разнообразием ворса восточные кисти, конечно, поражают. То есть, здесь можно встретить, в принципе, и знакомые нам варианты. Там, ласка, как я уже сказала, коза, колонок, вот это все. Но и можно встретить всякие уникальные варианты. Там, кисти овечьи. Ну ладно, овечьи у нас тоже есть. Очень многие кисти называются волчьими. Но волчьи кисти — это скорее такая классификация. И туда могут входить кисти как бы и из другого ворса. То есть, это скорее как название классификации, но в целом могут использоваться, как я уже сказала, зайчья шерсть, там, хорьки, медведи, мыши, конский волос. То есть, разнообразие большое. Мне кажется, ни один производитель, вот по сравнению с восточными мастерами, не сравнится вот в этом мастерстве миксования ворса. И чаще всего, ну не чаще всего, а довольно часто восточные кисти, они состоят не из одного типа ворса, а из нескольких. Например, вот в этой кисти это хорошо видно. Она имеет сверху белую шерсть, более мягкую, которая впитывает в себя больше воды. Это, скорее всего, коза. А вот оранжевая, вот здесь внутри, кстати, это синтетика. То есть, это уже современная кисть. Она будет придавать упругость этой кисти. То есть, эта кисть универсальная и мягкая за счет белого ворса сверху и упругая за счет синтетического стержня. Но, как бы, естественно, что это уже современный вариант. Как я уже сказала, традиционные кисти, они должны быть из натурального ворса. Но вы понимаете, что кисть из натурального ворса вот такого размера будет стоить целое состояние. Это вообще важно понимать. Хорошая китайская кисть, она не может стоить дешево, в принципе. То есть, когда мы покупаем какие-нибудь кисточки на Алиэкспрессе за 100 рублей, будьте готовы к тому, что они будут линять, к тому, что они могут распадаться, рассыхаться и вот это все. И, соответственно, у них может быть синтетика. То есть, настоящая такая кисть из натурального ворса будет стоить намного дороже, чем то, что есть у меня. И то, что продается во всяких сувенирных магазинах, в констоварах, это, как правило, сувенирные кисти. Они еще могут быть такие в коробочках. То есть, это сувенир. Они не предназначены для профессиональной работы. С другой стороны, мы с вами не про восточную живопись сейчас говорим, мы говорим про акварель. И, в принципе, какие-то неплохие бюджетные варианты мы можем использовать. То есть, нам не обязательно покупать самую дорогую кисть с бамбуковой ручкой и, там, не знаю, шерсти медведя для того, чтобы использовать ее в акварели для создания эффектов. Но я вам уже сказала, просто имейте это в виду, качественные кисти, они будут стоить дорого. Как я уже сказала, среди этих кистей очень большое разнообразие. И для каждого вида живописи и стиля каллиграфического письма предназначаются определенные кисти. У них там внутри есть своя классификация, название этих видов. Насчитывается, ну, больше двухсот, я думаю, точно. И часто эти кисти маркируются, то есть, у них там разные интересные названия, там, белое облако, не знаю, вот такие всякие названия. Они имеют дополнительную маркировку, чтобы было понятно, для какого стиля они предназначаются. Еще такой интересный момент, что мы с вами, почему я уже сказала, что каллиграфические кисти — это не совсем верно. Вот мы все восточные кисти называем каллиграфическими. Но на самом деле это не совсем верно, потому что есть кисти для восточной живописи, а есть кисти для каллиграфии. Как я уже сказала, каллиграфия занимает в восточных странах особую нишу. Это особый вид искусства, где нужно контролировать там и осанку, и дыхание, и умственный настрой. То есть это не просто сел, написал иероглиф. Это вот определенный комплекс действий, которые вы должны совершать. И требования для каллиграфических кистей обычно строже, чем для кистей для живописи. То есть, например, кисть для живописи, она может иметь какой-то мягкий ворс, который после создания мазка деформируется и остается вот в таком состоянии, в помятом. Кисть же для каллиграфии, она... Так, у меня вот эта не размоченная, но мне кажется, что это для каллиграфии. Сейчас я ее размочу. Это парочка новых кистей из магазина Belka Brush Shop в Питере. Китайские кисти очень долго размокают, поэтому вот у меня есть две новых, и я поставлю их сейчас размачиваться. Вот это, кстати, то, что называется мышиным усом. Есть много разных мнений, действительно ли восточные кисти делаются из тех животных, которые там заявлены. Но вот насчет волка я сказала, что это волчьими кистями часто называют просто жесткие кисти. Но вот насколько мне известно, насколько я разговаривала с теми, кто сотрудничает с мастерами, имеет какие-то контакты, действительно используются вот все эти разнообразные типы ворса, там кролик, медведь, вот это все, различные куньи, есть даже кисти из куриных перьев. Я вам покажу попозже, у меня ее нет, я покажу на картинке. Так вот, я остановилась на том, что для каллиграфических кистей всегда требования более строгие. И, как я уже сказала, хорошая каллиграфическая кисть, ну вот я не знаю, это тоже больше похоже на кисть для живописи. То есть у меня в основном живописные кисти, нежели именно каллиграфические. Но каллиграфическая кисть, как бы вы ее не мяли, она более упругая, она потом возвращается обратно в свое состояние. То есть она всегда готова вот к следующему мазку. Это ведерко обычное из художественного магазина, я брала его в красном карандаше. Это кистемойка. Да, я покажу некоторые кисти, как они пишут, покажу какие-то мазки, как это можно использовать в акварели. Это будет во второй части эфира. Сейчас немного теории и вообще о том, что это такое, вот о культуре, чтобы мы понимали, с чем работаем. Вообще каллиграфические кисти отличаются, во-первых, по размеру. Ну, вы сами видите, что разнообразие размеров, оно тоже здесь поражает. Допустим, у меня есть вот такие два варианта. Кстати, это еще не самый большой вариант, который у меня есть. Сейчас его покажу. Они отличаются по размеру. Маленькие, большие, средние, очень большие. Чтобы вы понимали, очень больших кистей у меня здесь нет. То есть это кисти, которые имеют такую ручку, которую вы берете в кулак и пишете вот так. По жесткости. Как я уже сказала, кисти есть мягкие, есть жесткие. Они предназначены для разных стилей живописи изначально. То есть там для изображения цветов, животных, листьев используются мягкие кисти, которые изготовлены там обычно из козы, из овцы, из кролика. Если нужна прорисовка каких-то мелких деталей, если мы говорим о каллиграфии, то это кисти повышенной жесткости. Там конский волос, медведь, барсук и вот это все. Достоинства обоих видов в себе сочетают комбинированные кисти. Я думаю, что вот это можно назвать комбинированной кистью, потому что я уже сказала, что здесь сверху коза белая, а внутри упругая синтетика. Есть аналогичная кисть чистая из козы, она будет очень мягкая. Про самую большую кисть у меня есть... У меня была одна очень забавная ситуация в жизни, вот такая кисть у меня есть. Она не разгумированная, она в заводском клею. Я, если честно, пока не придумала, что мне с ней делать. Она оказалась у меня случайно. Ну вот, в принципе, мне кажется, ей можно кого-нибудь убить. Это, насколько мне известно, это должен быть медведь. Эту кисть я заказывала из Америки, и просто на сайте она выглядела по-другому. Я ожидала получить что-то вот такое. Я еще очень долго удивлялась, почему вот такая кисточка стоит так дорого. Но вот это вопрос как раз о том, как заказывать кисти по фотографии. Ну, будьте готовы к тому, что вы можете получить каллиграфическую кисть, которой можно покрасить стены. Я обязательно с ней что-нибудь сделаю, она просто фантастическая. Но у меня нет таких размеров. Я не знаю, она мне напоминает волшебную палочку из Гарри Поттера. Можно бегать, размахивать и выкрикивать заклинания. Вот на фотографии не всегда может быть понятно, что в итоге вы получите. И на цену тоже сложно сориентироваться. То есть цена может быть высокой просто потому, что там кисть качественная, у нее какая-то особенная ручка. Допустим, на вот этой кисти у меня есть инкрустрация перламутром. Вот видите, здесь перламутровые частички присутствуют в ручке. Поэтому, когда кисть стоит дорого, на самом деле, это может не говорить о размере. Очень сложно сориентироваться. Но вот это, опять же, вот даже это не самая большая каллиграфическая кисть, которая может быть. Есть еще больше, я видела. Пять тюбиков на мазок уйдет. Я вообще не представляю, сколько здесь нужно краски и как ее потом промывать. Но, в принципе, могу сказать, что когда я работаю вот такими кистями, я замешиваю вот на восточный манер, я замешиваю краску в таких чашечках, в тарелочках керамических. И окунаю в нее, потому что на палитре, естественно, никакой палитры не хватит для того, чтобы напитать эту кисть. Естественно, мы понимаем, что кисти с таким диапазоном размеров, ворсов, они не могут иметь одинаковые свойства. То есть, во-первых, они изготавливаются из очень разных ворсов. Во-вторых, как я уже сказала, в связи с упругостью, то есть некоторыми кистями, может быть, трудно управлять по стоимости. Вы знаете, вот эту кисточку мне подарили, поэтому я даже не могу сказать, сколько она стоит. А вот эту я не помню, честно, сколько она стоила. Поэтому не могу сказать. Я давно уже купила эти кисти и давно не покупаю новые, поэтому не помню. Так, ну что, вот я размочила другие кисточки. Вот эта контурная кисть, она называется мышинный уз. Из какой части мыши она делается, я на самом деле не знаю. Это, как я уже напомнила, кисточка из магазина «Белка Брашшоп». Вот, в китайской живописи эта кисть используется для контуринга, для линий. А вот эта кисть, в принципе, судя по дизайну ручки, она похожа именно на каллиграфическую. Но, как я уже сказала, я в этом, ну да, я в этом не спец. Но смотрите, я, опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что это именно не кисть для живописи, а каллиграфическая кисть. То есть, во-первых, вот она сама легко абсолютно собирается в тончайший кончик. У нее классическая форма копье. То есть, несмотря на то, что ворс одинаковой длины, он весь идет параллельно и в итоге собирается вот в этот острый кончик. И у нее довольно массивная ручка одной ширины. И посмотрите по поводу упругости. То есть, я нажимаю на кисть, и она возвращается в исходное состояние. Причем вместе с кончиком. Вот, это похоже на кисть именно для каллиграфии. А мы об этом говорили в начале эфира. По поводу длины ворса у меня тоже для вас есть разные варианты. Ну, допустим, вот эти кисти, как такие лопаточки, у них не очень длинный ворс. Даже если мы будем сравнивать их с какими-нибудь... Даже вот белка с удлиненным ворсом, она вот будет такой же длины примерно. Хотя эта кисть даже поменьше. Ну, то есть, это более классический ворс. Естественно, мы видим удлиненный ворс вот на этой кисти. Его сложно не заметить. И есть еще у меня вот такие варианты. Вот смотрите, мне вообще ничего не нужно с ними делать. Вот. И, соответственно, посмотрите на длину ворса. Сейчас я ее отожму, чтобы она мне не капала. Вот. Вот эта рабочая часть. Соответственно, в европейских кистях этому соответствуют больше какие-то лейнеры, рингеры, шлейперы. Но они имеют другую сборку, другую набивку. Посмотрите, сколько здесь ворса в этой тонкой кисти. Соответственно, они дают другие эффекты. И вот эта кисть, она тоже довольно длинная. Вот рабочая часть. У меня сегодня трясется левая рука, не обращайте внимания. Из нее с утра брали кровь, поэтому она трясется. Поэтому кисти, они будут отличаться по своему поведению, по тому, насколько вы сможете ими управлять. И все они отличаются от кистей, привычных нам. То есть вот здесь нет ни одной фактической кисти, которая бы мне вот стопроцентно напоминала наши колонки и даже наши белки. Китайские кисти принято сушить ворсом вниз. Я покажу, как это выглядит. Если вы когда-нибудь видели, их подвешивают. Именно для этого на ручке каждой кисточки есть вот эти петельки. Здесь тоже была петелька, я сама ее вытащила. Вот. Только на одной кисточке почему-то у меня этой петельки нет, она спиленная. Но сами китайцы, как правило, если на кисти нет петельки, они ее туда приделывают. И в итоге кисточки подвешиваются либо на специальную подставку, либо китайцы иногда просто кнопки так прибивают к своему столу и вешают на эти кнопки вниз кисточки. Это делается для того, чтобы ворс сохранял свою форму. Вот, как видите, я не очень придерживаюсь хранения кистей, поэтому вот моя кисть, она уже выглядит такой потрепанной. У меня здесь замялся ворс кое-где. Я не очень аккуратный хранитель, и вот здесь тоже так не должно быть, так нельзя с ними обращаться. Как я уже сказала, вот эта форма копьё, вот эта идеальная форма, она очень важна. Поэтому кисти сушатся вертикально. Во-первых, у вас, и мне кажется, это гениальная система хранения, то есть, во-первых, у вас никогда здесь не застаивается вода и, ну, как бы не закисает кисть. То есть она под действием силы тяжести всегда стекает в итоге вниз и кончик просыхает. У меня нет специальной сушилки для кистей. Я иногда их нанизываю просто на верёвочку и вот так растягиваю, подвешиваю. У меня висит такая гирлянда из кистей. Если не будет никаких проблем со связью, я обязательно сохраню эфир. То есть не факт, что мы его опубликуем в Инстаграме, но потом на Ютубе, я думаю, он появится. Поэтому не переживайте, если не успеваете смотреть сейчас. Вот покажу вам сейчас фотографию как раз. Вот так выглядит сушилка для кистей. То есть это специальная стойка с такими гвоздиками, на которые все эти кисти подвешиваются. Ну и вот мы видим варианты, похожие на то, что представлено у меня. А вот эта кисть, например, из куриных перьев. То есть, как я уже сказала, среди китайских кистей есть очень много интересных вариантов. Чисто белые — это коза. Вот это миксовая кисть, скорее всего, коза и то, что называют волком. Там контурные кисти висят. И вот так все это выглядит. Такая традиционная система. Это фотография с магазина By Mao. И давайте вообще поговорим о том, где эти кисти можно покупать. Как я уже сказала, в канцелярских сувенирных магазинах, как правило, кисти такие же сувенирные. Что касается наших художественных маркетов, там раз на раз не приходится. То есть иногда можно найти хорошие, в принципе, кисти, а иногда можно найти кисти не очень. Вот. Один раз я купила кисть в магазине, две штуки. Вот одна из них здесь, в России. Одна из них до сих пор рабочая, с ней все в порядке. А другая просто рассохлась и развалилась. Просто прям вот так. Я ее выбросила, о чем жалею, потому что могла бы вам сейчас показать. Это неизбежно для недорогих кистей. Как я уже сказала, они могут, в принципе, развалиться, как, в общем-то, и дешевые европейские кисти. То есть мы понимаем, что здесь нет обоймы, нет вот этого металла, который будет дополнительно защищать, и стягивать вот это деревянное основание для того, чтобы оно не рассыхалось от длительного контакта с водой. Поэтому если правильным образом вот эта часть кисти не обрабатывается, то в итоге при длительном использовании такая кисть может дать здесь трещины. Соответственно, ворс будет держаться не крепко и может вывалиться, и тогда у вас кисть развалится. Ну, есть еще вот такие варианты. Здесь вообще вот из чего-то очень интересного сделана эта обойма. И, не знаю, похоже на какую-то смолу вот или что-то такое. Такая кисть, конечно, не рассохнется, потому что дерево по факту здесь с водой не должно контактировать вообще. По поводу того, где покупать кисти, можете, в принципе, посмотреть в художественных наших гипермаркетах, но это не... нужно помнить, что это не специализированные магазины для китайской живописи. Для китайской живописи обычно есть... Это вообще... Китайская живопись — это вообще свое такое комьюнити со своими школами, курсами, тусовкой, магазинами. Вот они не всегда пересекаются с обычной художественной тусовкой. Но если поискать, можно найти. Вот знаю, что в России, в частности в Москве, есть как минимум четыре магазина. Один называется «Две империи». Можете прям так вбивать в гугли. «Две империи», потом «Баймао», вот «Белка Браш Шоп», который я уже сказала, и еще «Синий Феникс». «Две империи» — «Баймао» и «Синий Феникс», они специализируются чисто на каллиграфических кистях. «Белка Браш Шоп» возит кисти из Китая. Там, помимо каллиграфических кистей, которые вот я показала, допустим, вот эти кисти из этого магазина, можно найти еще кисти китайской марки этот «Арт-секрет». Вот у меня тоже она есть. Меня спрашивали про качество «Арт-секрет». Мимоходом скажу, хотя это к теме эфира не относится. Мне нравится качество этих кистей. Довольно неплохая у меня имитация колонка. Но нужно понимать, что «Арт-секрет» — это китайские кисти, но на европейский манер. То есть здесь уже европейская сборка, а-ля французское крепление, и вот это все. К этим кистям они не имеют никакого отношения. Просто это кисти, которые сделаны в Китае. Ну что ж, в принципе, по теории, наверное, этих кистей я рассказала все, что хотела. Вот сейчас поговорим о том, как их можно использовать в акварели. Меня там спрашивали, для чего я использую эти метелки. И обо всем об этом. Если у вас есть вопросы по предыдущей части, можете их задавать. Кстати, да. Вот такие флейцы, которые мы все с вами знаем, это прямо сейчас уже незаменимый инструмент акварелиста. Они пришли к нам, на самом деле, тоже из восточных кистей. Изначально это были именно восточные кисти. И там тоже все эти флейцы бывают еще разных форм, разных размеров. Так что то, что мы заимствуем кисти из других видов живописи, это происходит уже не первый раз. Еще по поводу сборки и натурального ворса. Недавно совсем компания Pinax, они сделали вот такие кисточки. Это серия хай-тек, акварель Кивилл называется. Здесь французское крепление, ворс синтетический, но они собраны на манер китайских кистей. Смотрите. То есть параллельный, ворс равной длины, которые также сплющиваются и потом собираются в кончик. Это не восточные кисти. Это кисти, сделанные на восточный манер, синтетические. Так что, если вам интересен такой вариант, в принципе, можете попробовать. Тоже хорошо подходит для контуринга, для мелких деталей. Мы рассматривали серию хай-тек в статьях. Положу их куда-нибудь рядом, чтобы вы видели. Для чего куриные перья? Насколько мне известно, их используют для создания различных эффектов. Я такими кистями не пользовалась лично, поэтому... Ну, и как я уже сказала, я не являюсь специалистом по восточной живописи, но, насколько мне известно, это кисти для создания эффектов. Ну что ж, тогда продолжаем. Все, что я сейчас рассказывала, это была теория про именно восточные кисти, про культуру, про процесс создания, стоимость и вот это все. Также, помимо магазинов, которые я перечислила, эти магазины именно, которые находятся в России. Вы можете заказывать кисти с Амазона, с Америки, можете заказывать их из специализированных магазинов в Европе, либо, конечно же, из Китая. Но в Китае, как я уже сказала, нужно быть тоже аккуратными, потому что мы помним, что, несмотря на то, что Китай – это родина этих кистей, хорошие кисти, они стоят недешево. Ну вот, например, это кисти из набора, это были очень дешевые восточные кисти, что-то там целый набор стоил 500 рублей. Это а-ля Алиэкспресс. В принципе, свои функции они тоже выполняют. Конечно, они не сравнятся с кистями, которые у меня есть здесь, но для определенных целей их можно использовать, для каких я тоже покажу. Каков же интерес нас, как акварелистов? Ну, для чего мы используем флейцы, вы все, наверное, знаете. То есть сейчас это одни из самых популярных кистей для смачивания листа, либо для создания ровных заливок, потому что ворс из козы, он очень мягкий, и он набирает в себя очень много воды. То есть он хорошо смачивает поверхность, и при этом не травмирует предыдущий слой, если он есть. И по моим ощущениям, ворс козы, он более пористый, чем белка, и когда он в смоченном состоянии находится, он как бы не такой тяжелый и склеенный. Я не знаю, белка, она образует вот именно очень хорошую форму капли, но флейц будет отличаться от нее именно своей легкостью и пористостью, даже в намоченном состоянии. Это флейцы. Ну вот эту кисть мы уже с вами обсудили варианты, что с ней можно сделать. Размеры, честно, я не помню. Здесь размеры не написаны, их надо линейкой измерять. Давайте посмотрим. Это пять сантиметров. Там, наверное, два. Да, здесь два с половиной. Пять, два с половиной. Такие метелки я использую для очень крупных работ. Во-первых, я уже сказала, вы можете купить себе парочку кистей и просто попробовать их применить где-то в своих работах. Как я уже сказала, они отличаются длиной, упругостью и ворсом. То есть вот эта кисть, она сама по себе универсальная. Она набирает в себя какое-то нереальное количество воды, но при этом она также собирается. И, соответственно, ей можно работать как с большими заливками, так и делать какие-то очень крупные детали, эффектные мазки. Я, в принципе, в своих работах это использую. То есть вот если я ее мочу, даже несмотря на то, что она настолько гигантская и несмотря на то, что я неправильно ее храню, она образует вот эту же классическую форму копье. Допустим, у многих кистей европейских из белки крупные сборки. Проблема в том, что чем больше кисть, тем хуже собирается кончик. Из-за того, что здесь волоски будут более короткие, они вот здесь начинают топорщиться. Я думаю, что если вы обладаете какими-то большими кистями европейскими, то вы понимаете, о чем я говорю. То есть у них очень часто кончик расслаивается. Вот, например, это хорошая кисть. Если я ее намочу, она хорошо соберется, но у плохих кистей в мокром состоянии начинают торчать вот всякие такие штуки. Соответственно, вот. И в принципе этой кистью я могу тоже проводить очень тонкие линии. Вообще, если постараться, мне кажется, можно прям волосяную. У меня рука трясется. Вы представляете себе, да? То есть какой размер кисти и какую линию я ей провожу. Ну и, естественно, просто мне сейчас будет сложно ее на полную мощность вам показать, потому что, как я уже сказала, когда я использую эту кисть, я краску развожу в керамическом плюце и туда ее окунаю. Такого размера кисти я использую, когда рисую на целый лист. То есть это размеры Full Empyrean 56 на 76 сантиметров. И они очень классно подходят для создания каких-то экспрессивных мазков, фона и всего прочего. Может быть, я найду вам пример, где я использовала эту кисть. Сейчас посмотрю, если у меня поблизости есть фотография. То покажу. Но вы должны догадываться, на самом деле, если кто знаком с моим личным профилем, обе этих кисти я использовала вот в этой работе. Это работа, выполненная на полном листе. То есть 56 на 76. И вот этот фон я заливала именно этими кистями. То есть здесь и брызги, и какие-то экспрессивные мазки. Просто меня вдохновляет восточная живопись, поэтому для таких эффектов эти кисти подходят как нельзя лучше. Понятно, что если вы рисуете там на А3, на А4, то, я не знаю, одним таким мазком можно пол листа перекрыть. То есть эта кисть будет очень большая. Но как только вы переходите на форматы действительно большие, на лист, даже пол листа, мне кажется, будет для нее маловато. То есть на лист, full imperial или может больше, хочется размаха, хочется экспрессии, то такие размеры в самый раз. Потому что я не могу представить, сколько бы я работала вот такой кисточкой. Она большая, но рядом с этими кажется крохотулькой. Самые популярные в акварели – это кисти из козы. Это белые. Ну, когда-то она была белой, вам придется мне поверить. Это белые кисточки. Это мягкий пористый ворс, как я уже сказала. Вот она лезет. Почему они популярны? Потому что эти живописные кисти очень легко принимают форму, которую вы им задаете. То есть это те кисти, которые не возвращаются обратно, а сохраняют заданную форму. То есть если ее приплющить, она вот в таком состоянии остается. И, соответственно, ее можно использовать для каких-то эффектов. для рисования травы, я не знаю, каких-то волос, еще чего-то. То есть это фактурные кисти. И вот такие восточные кисти из козы очень часто используются для создания различных фактур, шерсти, волос, травы. Именно коза. Потому что синтетические кисти для этого слишком упругие. То есть вот я ее загибаю, и она остается. Ни одна синтетическая кисть так делать не будет. То есть даже собранная на китайский манер синтетика она будет просто отпружинивать обратно. В принципе, еще иногда белка так сгибается, но в белке больше воды, и ей сложнее будет сделать именно вот так. Поэтому практически у каждого акварелиста где-то в запасе есть хотя бы одна такая кисточка из козы или из волка. Это самый популярный вариант. Соответственно, лучше для таких создания фактур подходят вот эти белые кисточки козьи, потому что если мы берем уже какой-то миксовый ворс, посмотрите, здесь сверху коза, а внутри что-то темненькое. Что-то темненькое, и мне уже сложно сказать, что это. Ну, возможно, как раз типа волк. То в ней будет и больше воды, и, возможно, она окажется упругой. То есть вот эта кисть, возможно, как раз для каллиграфии, а не для живописи, видите, да? Она не будет так сминаться, она будет стараться вернуться в свою форму. Сминается, конечно, но не так хорошо, как эта. Дальше я одно время я рисовала только восточными кистями, то есть все работы, просто потому что мне нравится характер стриха, который они создают. И, в принципе, я очень много рисовала кистями с удлиненным ворсом. Вот у меня есть три любимицы. Они разные по жесткости и по упругости. Эта кисть довольно упругая, эта чуть помягче, и вот эта, она довольно мягкая, потом очень хорошо тоже расслаивается. И меняется сам характер мазка, который вы наносите. Сейчас покажу. Так как такие кисти, они не всегда предсказуемы, ими можно создавать какие-то экспрессивные мазки. Работать очень интересно. Вы не можете до конца никогда управлять ворсом, который вот настолько длинный. Поэтому очень часто и очень легко получить какие-то живые мазки неоднородные, которые не будут повторяться. Вот сюда, допустим, посмотрите. То есть для какой-то раскрепощенной живописи. И при этом эти кисти можно считать универсальными. Потому что для меня, ну я так считаю, потому что, во-первых, они набирают в себя много очень воды, то есть запас воды в этой кисти, он очень большой. Ее прям надолго может хватать, если ей работать. Во-вторых, она одна и та же кисть, она дает и более широкие мазки, как мы уже с вами видели. То есть ей можно выполнять какую-то заливку. И при этом она очень деликатно будет работать с деталями, потому что она всегда собирается в этот тонкий кончик. То есть чего мне не хватало иногда в европейских кисях, это именно вот в этой способности собираться в кончик. Соответственно, вы можете начинать детали с какой-то совсем там тоненькой линии и потом переходить в широкую часть. Это еще не самая тонкая кисть. То есть для самых деликатных моментов я использовала вот эту кисть. И ей наподобие линера можно рисовать вот там различные провода. В моем случае это усы у животных. Но и при этом можно оставить какие-то широкие мазки и пятна. Попробуйте. Это может быть интересно. То есть я не могу вам сейчас в формате одного эфира показать все, на что эти кисти способны. Это нужно попробовать и нужно почувствовать, чем они отличаются. Ну и вот длина, конечно, эта длина, она дает очень большой запас. Очень красивые мазки с характером. и при этом возможность работать с деталями. Может быть, такие кисти, они подходят не каждому, но вот если сейчас вы, глядя в этот эфир, заинтересовались, то советую вам попробовать что-то, выбрать для себя хотя бы парочку. Скажу честно, вот такое количество, которое здесь есть у меня, оно на самом деле не нужно, если только вы не ярый фанат восточной живописи, как я. То есть достаточно пары-тройки кистей, просто чтобы они имелись у вас в арсенале, чтобы вы могли их использовать для создания эффектов, для каких-то своих целей. Так, сменю листочек. У каллиграфической кисти кончик затупился, поможет ли кипяток? Нет, кипяток не поможет, потому что кипяток помогает в случае с синтетическим ворсом. Если ваша каллиграфическая кисть это не что-то наподобие пинакса, что сделано из синтетики, то кипяток вам не поможет. Пятнышки леопарда, какой кистью я рисовала. Вот как раз это была вот эта кисть, самая маленькая из моих удлиненных. Кто не в теме, мы говорим сейчас про один из эфиров, который проходил недавно у меня в личном аккаунте. И вот, собственно, одной кистью можно создавать очень разные штрихи, разнообразные и по форме. То есть это можно и полосы рисовать, допустим, если мы говорим там, про, я не знаю, про тигра, и создавать какие-то пятна фактурные. Ну вот, объясняю на примере с анималистикой, просто потому что я анималист. То есть вот, кисть показывает свой характер. И всегда можно сделать какие-то смахивания для создания брызг динамичных эффектов. Вот, смотрите, какая красота. И если... У меня нет таких кистей вообще, но хочется попробовать, какую выбрать, чтобы распробовать, смотря для чего хочется. То есть если хочется для создания живых мазков, для того, что я сейчас показывала, выберите себе какую-нибудь кисть с удлиненным ворсом, чтобы вы не могли до конца ее контролировать. То есть это вот кисти с очень длинной выставкой, и они обычно темные. То есть если кисть белая из козы, она, скорее всего, мягкая. Эти кисти будут рыжие или черно-коричневые, темно-коричневые. Если вы хотите именно для сухих штрихов каких-то... То есть сейчас попробую показать, какие еще фактуры можно делать. Надо ее просто немножко отжать. То есть вот такой кистью из козы можно рисовать сухие штрихи, которыми можно создавать просто фактуру поверх чего-то. То есть, я не знаю, вы рисуете деревяшку, и потом вот этой кистью, этой деревяшке придаете фактуру сверху. Если хочется какую-то вот именно фактурную кисть, то выбирайте кисть с белым ворсом. Этот ворс был белый, я напоминаю. То вот с белым ворсом она будет плющиться, она будет мяться, она будет давать какие-то фактурные штришки. Если хотите попробовать контуринг, вот можно выбрать мышь. Это очень узкие кисти, такие тоже темные, серо-темные, с длинной выставкой. Эта кисть будет давать просто миллиметровые линии. Ей можно нарисовать ресницы, усики, волосочки. Если волоски лезут, кисть сали. Во-первых, лезут очень многие китайские кисти, особенно если мы говорим про недорогие кисти. Она будет лезть, вы ничего с этим не сделаете. То есть, либо она... Из нее вылезет все, что плохо сидит, и потом перестанет, либо она будет лезть все время. Тут ничего поделать нельзя, придется вам эти волоски подбирать с работы аккуратно. У меня тоже многие кисти лезут, это нормально. Ну, это нормально для недорогих кистей. И очень часто лезет именно коза. Вот эти белые волоски. Ну, то есть, вот, это контурная кисть, как я уже сказала. Ей можно там тончайшие линии прописывать. Подрясно, правда? И смотрите, какой в ней запас воды. То есть, это вам не синтетический линер. Почти заканчивается. Это натуральный ворс. И вот такая маленькая всего лишь кисточка была. Еще мне очень интересно попробовать вот эту кисть, которую я тоже сегодня размочила. Белка Браш. Должна быть она каллиграфической. Тоже очень фигурные мазки, очень много в ней воды. Интересно, кисть всегда возвращается в исходное положение. И причем сохраняет, вот если я ее потрясу, все, кисть вернулась, кончик идеальный. Очень упругая, очень интересная и с большим запасом воды. Всегда можно создавать какие-то вот пятна, заливки необычных форм. То есть, такие кисти, они добавляют в работу экспрессии. Всегда. Живости, экспрессии. Поэтому, вот если вы не противник натурального ворса, можете попробовать. Так, у нас осталась одна минутка. Я не знаю, нужно ли мне перезаходить во вторую часть. Есть ли у вас еще какие-то вопросы по кистям? Чего-то вам не хватило. Вот. Напишите мне, нужно ли зайти еще раз. Будем ли мы еще разговаривать про эти кисти. Производителя я вам не скажу, потому что все, что касается Китая, покрыто туманом. Но, возможно, на сайтах, которые я указала, там две империи, Баймао и Синий Феникс, вы сможете найти информацию о производителях. Стоимость зависит от каждой конкретной кисти. То есть, тут предугадать невозможно. Лучше зайти на сайт магазина и посмотреть непосредственно там, потому что похожие кисти могут стоить очень по-разному. Как я уже сказала, в зависимости от того, где собиралась кисть, из чего сделана ручка, как она сделана. Да, мы уже почти закончили, на самом деле, уже час от эфира прошел. Так, ну что, кто с нами с прошлой части и остались ли у вас какие-то вопросы? Хотите ли вы, чтобы я какие-то кисти еще дополнительно продемонстрировала? Может быть, хотите что-то сказать по итогу эфира? Вот. Давайте обсудим. В общем, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать. Как я уже сказала, если вот заинтересовало вас то, что я здесь показываю, то, в принципе, имеет смысл их попробовать. То есть, это такой необычный, вот, каллиграфическая кисть в акварели, это такой необычный зверек, который может разнообразить вашу живопись, который может привнести в нее что-то новое, что-то более динамичное, экспрессивное. Думаю, что они подходят не всем, но, в принципе, именно для постоянной работы, но, в принципе, для каких-то эффектов или особых случаев мне кажется, что у каждого вполне себе может быть хотя бы одна-две таких кистей, чтобы вы имели эту опцию, чтобы вы имели возможность ими поработать, если это будет необходимо. Ну и, как я уже сказала, вот, на примере меня ими можно пользоваться довольно регулярно. То есть, в принципе, можно полностью работать восточными кистями в акварели. Они для этого хорошо подходят, потому что они, собственно, созданы для того, чтобы удерживать влагу. Они созданы изначально вот с острым кончиком, с большим вот этим запасом, куда впитывать влагу. И еще они очень разные по упругости. Поэтому для акварели подходят очень хорошо. И у них зачастую вот все эти достоинства, за которые мы ценим кисти, они выражены более ярко. Как я уже показывала в прошлом эфире, то есть способность возвращаться в форму, держать вот этот острейший кончик кисти. Причем вот кисти более упругие, которые не из козы, которые из темного вороса, они еще и служат довольно долго. То есть у меня очень мало кистей затупилось даже после активного использования. Например, тремя вот этими кистями, которые я показывала, я пользовалась очень активно, но у них до сих пор вполне себе приемлемо острый кончик. Но коза, вот белый ворос, он при активном использовании тупится довольно быстро, и сделать с этим уже ничего нельзя. Но с другой стороны, если вы используете ее для создания фактур, для шерсти и волос, то вам и не нужно, чтобы она была острой. Так, ну судя по тишине в комментариях, вопросов у вас больше нет, поэтому если вопросов нет действительно, то на этой ноте мы можем закончить. Спасибо, что смотрели эфир. Прошлую часть мне удалось сохранить, думаю, что через какое-то время он появится в записи на нашем канале. Так, комментарий, комментарий, смотрю, познавательно. Спасибо за информацию нужную, многие ответы на мои вопросы получены. Отлично. Зачем нужна огромная кисть с длиннющим ворсом? А вот тут вопрос, смотрели ли вы предыдущую часть? Я там рассказывала, для чего я использую эти гигантские кисти, и эта кисть, она еще не огромная. Помним, что у нас есть еще вот такая кисть, и восточные кисти бывают еще больше, чем эта. Соответственно, чем больше у вас формат, на котором вы работаете, тем больше и кисть, которую вам хочется взять для того, чтобы размахнуться. В общем, всем спасибо, отличного вам дня, и увидимся с вами в лаборатории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!